Путешествуя по главной улице Москвы, мы дошли до дома номер 9, в котором в свое время жили сразу два наших весьма известных земляка. Одним из них был архитектор Александр Васильевич Власов. Родом он из села Большая Коша, которая находится на Сележаровской земле. На его счету немало интереснейших архитектурных сооружений, среди которых знаменитый спортивный комплекс Лужники, где совсем скоро пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу. Два города особенно памятны Александру Власову. В каждом из них он был главным архитектором. Весной 1944 года Власов становится главным архитектором Киева, который нужно было восстанавливать после фашистской разрухи. Именно по его проекту был заново отстроен Крещатик. И, конечно же, Москва, с которой были связаны, не побоюсь этого слова, грандиозные проекты архитектора. Власов работает над застройкой Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. За этот проект он был удостоен высшей премии на международной выставке в Париже. По проекту Александра Власова строится один из самых известных мостов через Москва-реку – Крымский мост. Внешне он напоминает нам старый мост, который соединяет берега Волги в Твери. В свои детские и юношеские годы Александр Власов не раз бывал в этом городе, и вполне возможно, его впечатления от Тверского моста легли в основу Крымского моста через Москва-реку. В 1950 году Власов был утвержден на должность главного архитектора Москвы. Под его руководством осуществляется планировка и застройка юго-западного района и спортивного комплекса в Лужниках. На проектирование этого стадиона, где на территории в 18 гектаров должны были разместиться 130 сооружений, Александру Власову и его бригаде архитекторов отвели всего 90 дней. И он сумел справиться с этой сложнейшей задачей. За проект спортивного комплекса Лужники Власову была присуждена Ленинская премия. Ему суждено было стать президентом Академии архитектуры Советского Союза, первым секретарем Союза архитекторов СССР. Правда, ни одного здания на Тверской улице, где жил сам архитектор, он так и не построил.